Лето, пора ярких впечатлений и незабываемых приключений. Время для того, чтобы насладиться долгими прогулками, солнечной погодой и тёплым морем. Сейчас у побережья Севастополя вода прогрелась до плюс 26 градусов. Обычно такие показатели в Крыму фиксируют к концу лета. Причина такого быстрого прогревания моря – аномальная жара, охватившая весь юг России. В этом году в Севастополе аномально жарко. Столбики термометров поднимаются до 38 градусов. В последний раз такое явление наблюдалось в Белокаменном 7 лет назад, в 2017 году. Пока лето проверяют жителей и гостей города на прочность, мы узнаем у них, как они адаптировались к такой жаркой погоде. А как вы справляетесь с действительно аномальной в этом году жарой? Стараемся меньше выходить на улицу под сплит-системой, прогулки в вечернее утреннее время. Под вентилятором. Либо хожу на тренировки и там в торговый центр захожу после тренировки. Чаще всего тоже на тренировках или на море купаюсь. Слава Богу, что оно у нас есть. Ну, мы уже народ привыкший, мы местные жители. Вот. Поэтому нормально. Я тут… Дело в том, что как аномальная жара настала, я сюда приехала. Купаюсь в море и наслаждаюсь жизнью. Так что все хорошо. Погода мне устраивает. Я привыкшая. Я родилась в солнечном краю в Азербайджане. Под кондиционерами сидим, с моря не вылазим. Ну, мы все переживем. Мы же русские. Жаркие дни ставят жителей и гостей города перед нелегким выбором либо остаться дома под кондиционером, либо смириться с палящим солнцем и выйти на улицу. А если пренебрегать мерами безопасности, то прогулка может стать настоящей угрозой для здоровья. Высокие температуры опасны перегревом организма. У нас есть два состояния – солнечный удар и тепловой удар. Разница между ними, что тепловой удар – это когда повышается температура тела и потоотделение осложнено по тем или иным причинам. И солнечный удар. Солнечный удар, он может быть даже не при столь высоких температурах, но при прямом действии солнечного света, длительного на непокрытую голову. Это приведет к локальному перегреву именно в части нашей головы. Именно головной мозг, нервная система даст симптоматику такую же, как будет и при тепловом ударе. В зоне риска обычно пожилые люди и дети, которые еще не способны самостоятельно оценить опасность такой погоды. Но это не значит, что остальным возрастным группам стоит пренебрегать рекомендациям специалистов. В пиковые часы находиться в комфортной температуре дома и не ходить. То есть пиковые часы у нас с 12 и как минимум до 4 в максимальной температуре. Нужно находиться в помещении, которое все-таки имеет стабильную температуру и где перегрев будет невозможен. Если вдруг так случилось, что нужно выйти, необходимо понимать, что с собой воду и одежду. Одежда должна быть легкая, хлопчатобумажная, либо льняная. Исключить синтетику ту, которая не дает возможности термообмену. И чтобы человек не потел сильнее, чтобы водоотведение от тела всегда было. Врачи также рекомендуют воздержаться от ледяных напитков, кофе и алкоголя. А перед выходом из дома обязательно составить маршрут, предусматривающий пятиминутные остановки в тени. Как отмечают синоптики, этим летом пока что температура воздуха в городе не бьет рекорды. Хотя когда-то бывало еще жарче. Такая погода у нас не каждый год отмечается. Но в этом году с уверенностью уже можно сказать, что пик июльской жары пройден. Что же касается абсолютного максимума температуры воздуха в июле, в Севастополе он составляет 38,3 градуса и был отмечен в 1971 году. По поводу остатков, на данный момент у нас в городе выпало всего 5% отмеченной нормы. И в связи с этим с 9 июля в городе действует самый высокий датый класс пожарных паспортов. В ближайшие дни синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Но жаркая погода в Севастополе по-прежнему сохранится. Столбики термометров ниже 28 градусов не опустятся. Милана Агапова, Андрей Вовк, Новости Севастополя.